Улицу Полевскую давно должны были перекрыть из-за строительных работ, но почему-то до трагедии там постоянно ездили и общественный транспорт, и машины. Сейчас по части транспорта здесь мало что изменилось. Маршрутки также ездят. Зеленый свет и для особых автомобилей. В объезд пустили только троллейбусы. Создается впечатление, что ничего, собственно, и не произошло, что буквально два дня назад здесь не погибли люди. Сейчас работы приостановлены, и уже понятно, что к намеченному сроку 18 января этот участок не сдадут. И тут возникает вопрос, а почему трагедия произошла? Почему надзорные службы допустили это? Неужели никто из их представителей просто так по своим делам не проезжал мимо и не видел, что происходит у всех под носом? А ведь несколько месяцев все заявляли, все под контролем. А теперь инспекция труда проверку проведет, но уже по факту гибели людей, потому как до того нельзя, закон не велит. Что касается проверок, у нас есть проверки плановые и внеплановые. В плановые мы проводим проверки в связи с разрешением прокуратуры, внепланные по обращению граждан, и проводим проверки внепланные по несчастным случаям на производстве. Сейчас у нас поступило извещение о несчастном случае на производстве. Создана комиссия, выделены работники, проводятся расследования. Вот предварительное нарушение охраны труда при производстве строительных работ. Вот так у нас всегда как трагедия, так сразу проверки. А вот что-то сделать, чтобы наоборот не допустить печального исхода, тут сразу наступает бюрократическая кабала. И неужели несоблюдение элементарных правил безопасности никто не замечал? Специально обученный человек, мастер или прораб, который бы следил за выполнением данных работ. При проведении работы на определенной глубине земля должна быть закреплена специальными укреплениями. И при проведении работы в ночное время крайне важно использовать грамотное и правильное освещение, которого было достаточно для проведения работ. Вот при соблюдении всех этих факторов можно говорить о том, что риск несчастного случая будет сведен к нулю. А между тем город погрязь в пробках. В советский район не попасться, дороги переполнены машинами. Троллейбусы по привычному маршруту не ходят, все идут через Герцинский мост. Кстати, гаишники заверили, по улице Горького можно следовать до площади Ленина, несмотря на знак. Это запрещено, но именно на площади Ленина. По площади Ленина мы не разрешали движение. Для кого-то этот коллектор вылился в транспортные проблемы, а для двух семей в целую трагедию. У одного из рабочих осталось двое маленьких детей, второго один. Власти обещали им помочь, а ведь те же власти могли бы этого и не допустить, если бы во всем порядок был и каждый честно выполнял то, что от него требуется. Алина Чабан и Денис Еременко для программы Оперативный эфир.